Всем привет, друзья! Ой, сегодня вам столько много покажу и столько много расскажу. Сегодня мы с вами и покатаемся немножко. Я знаю, что у меня многие любят покатушки. Смотреть в окно со второго этажа автобуса это даже интереснее, чем просто гулять. По крайней мере, мне так кажется. Виды замечательные, видно все. А особенно в палисадниках у людей все прекрасно видно. Да и вдали, смотрите, какие горизонты тут у нас. Ну и еще, конечно же, мы с вами просто погуляем. Потому что макушка лета и июнь, как я говорю, это самое, по-моему, благодатное, самое красивое время летних месяцев. И сколько цветов вокруг. Невозможно мимо пройти. Но прежде чем я начну, друзья, я хочу, во-первых, у вас спросить, я надеюсь, что вы поняли, что я купила новый микрофон. Микрофон дорогой, микрофон огромный. И вы представляете, вот у него, по-моему, звук такой хороший, громкий, но мне кажется, он фонит. Пожалуйста, скажите мне, друзья, как вот этот вот новый звук для вас? Потому что многие жаловались, что звук их не устраивает. Ну вот, я раскошелилась на новый микрофон. Может быть, я просто его не настроила, как положено. Но вот это видео я запишу пока вот так. И послушаю, что скажут мои уважаемые зрители. Да, ну и что касается зрителей моего канала. Друзья, хочу поздравить себя и нас всех. И хочу поприветствовать моих новых зрителей и новых подписчиков моего канала. Ни много, ни мало. Их за две последних недели добавилось 1300 человек. То есть на сегодняшний день у меня 74 515 подписчиков, друзья. И, кстати, почему так получилось? Потому что вдруг неожиданно одно из моих видео, которое называется «В каких квартирах живут обычные англичане?» Оно выбилось в топ на Ютубе. Ютуб не перестаёт меня удивлять, как работают алгоритмы Ютуба, по-моему, не знает никто. И какое именно из твоих тысячи видео может вдруг выстрелить, тоже, по-моему, не зависит ни от чего. Просто так случается. Ну и вот сразу же, конечно же, там больше 100 тысяч просмотров за два дня и 1300 новых подписчиков. Но я больше не буду вас утомлять своим вступлением, друзья. Пожалуйста, усаживайтесь поудобнее, запасайтесь попкорном и пошли смотреть. Карантин закончился. Начался отпускной сезон. Посмотрите, сколько у нас здесь отдыхающих в этом отеле. И посмотрите, в основном, кто здесь отдыхает. Англичане over sixty. Тишина. Воздух свежий, бриз. Птички поют. Лёгкая музыка. Сидят на открытой веранде. Ресторан. Ну, что можно сказать? Вот так вот любят отдыхать англичане на пенсии. А главное, что им хватает средств, чтобы так отдыхать. Нашла тут для вас один дом. Опять великолепный, огромнейший. С огромной усадьбой вокруг. Вот видите, да? Ну, и я увидела, что там сегодня можно зайти и посмотреть, что внутри. Ну, не полностью весь дом можно посмотреть, но внизу вот какие-то старинные такие вот помещения сегодня открыты для просмотра. И давайте мы с вами сейчас туда зайдём и посмотрим. Интересно же ведь. Получилось, что не так-то просто здесь ещё и вход найти. Мне пришлось обойти вокруг. И вот только сейчас я с другой стороны пытаюсь войти в этот старинный дом-коттедж. Ну, и вот сейчас я покажу вам, кого я там встретила, и покажу вам наш разговор. Конечно же, разговор на английском языке. Он может быть даже и не разговор, но просто немного, чуть-чуть. Я надеюсь, что там понятно, о чём говорит этот мужчина. Я не смогла держать камеру постоянно включённой, когда мы стали говорить о серьёзных вещах, о том, как англичане относятся к русским здесь снова. Ну, и давайте мы сначала послушаем это всё. И я вам дальше расскажу. Ну вот, у меня разговор завязался здесь с англичанином, который интересуется историей и рассказал, что этот коттедж или коттедж был построен 78 лет назад. И он приехал сюда именно потому, что он очень интересуется историей. Сам он в Ньюпорте живёт. Ну, и, конечно же, как обычно, он спросил меня where you come from, то есть, откуда я. По моему акценту очень сразу легко догадаться, что я не англичанка. Ну, и я тут же сказала ему, что я русская. Он сразу посочувствовал той ситуации, которая сейчас происходит в мире и сказал, что никаких проблем и никаких у него негативных мыслей или ассоциаций к русским людям вообще никогда не возникает. Он прекрасно понимает, что к чему. Ну, и я очень рада была это услышать. И ещё раз хочу обратить ваше внимание на восхитительные вещи, которые иногда здесь можно встретить и довольно часто, скажем так. Вот это вот опять пошплейс, так называемое в Англии место, где богатые живут, расположенные их дома. Огромные, дорогие коттеджи. Вот, посмотрите, я показала вам сзади состояние дороги, и вот здесь впереди. Сегодня особенно классно видно, насколько здесь разбитая дорога, потому что вчера у нас ливень прошёл и вот такие вот лужи. Вот и посмотрите теперь. Уже конечно много раз я показывала, но ещё раз хочу показать, как англичане не любят раскошеливаться и как они берегут каждую свою копейку. Вот эта дорога, которую уже муниципалитет им улучшать не будет. Они должны эту дорогу улучшать сами за свои деньги, то есть сбрасываться все те, кто здесь живут вот в таких шикарных домах, вот в таких престижных местах, таких суперских. Все они достаточно имеют средств на то, чтобы сброситься и улучшить дорогу эту, участок дороги, но тем не менее много-много раз я сначала недоумевала и не могла понять, что происходит. Идёшь, идёшь и вдруг вот такое обычно дороги в Англии хорошие. Ну и конечно же мне объяснил мой муж Рентон, который британец. Вот он мне всё и рассказал. Открыл глаза, так скажем, да, что они не могут никак найти консенсус. И несмотря на то, что живут в таких шикарных домах, имеют очень дорогие машины. Вот посмотрите, ещё одна машина из дорогих. Тем не менее, деньги собрать, чтобы отремонтировать дорогу, они не могут десятилетиями. Меня конечно это приводит в недоумение, но что видим, то видим. И дальше вот я вышла на обычную дорогу, на обычную улицу и здесь нормальная асфальт, потому что здесь за это отвечает муниципалитет, который собирает специальный налог, который называется консултакс и который как раз на содержание дорог, на обслуживание дорог. Вот эта спасательная станция у нас сегодня открыта для посещения. Вон там прошла уже одна группа вдалеке. Видите, здесь также для школьников объясняют, проводят экскурсию, как работают эти спасательные лодки. Видите, это у нас в Бембридже старинная такая станция. Сегодня, как мне объяснили, здесь проводятся еще и бесплатные экскурсии. Все объясняют, рассказывают и интересно для школьников тоже. мы там были, я там была, я вам показывала. Захотите, посмотрите. Ну, а сейчас вот так, история острова для детишек в школах. очередных туристов привезли на красивом автобусе. что-то... А, по-моему, как раз туристы пошли туда смотреть лайфбот. А здесь просто маленькая кафешка такая. И еще одна новость, которую хочу вам рассказать. Ну, может быть, она уже и не новость. Я много раз вам говорила, что, несмотря на то, что Англия это огромный остров в Атлантическом океане, здесь очень трудно найти морепродукты. Даже обычную рыбу морскую, такую, как скумбрия, морская селедка или еще какие-то там, не говоря уже о сибасах, палтусах и каких-то прочих серьезных рыбах. Есть только форель, которая разводится искусственным образом в прудах. Есть только лосось, скорее всего, норвежского производства тоже. И странным образом объясняют это тем, что легче и дороже всем судам английским рыболовным, которые занимаются ловлей рыбы в Атлантическом океане. Им легче и выгоднее вести свой бизнес с другими странами. Они берут всю эту рыбу у рыболовецких судов по более высокой цене. Вот как бы так объяснили мне, но я, конечно, здесь не особенно в курсе. А вот эти искусственно выращенные рыбки как-то тоже не очень хочется кушать. Ну, это может быть не столь серьезная история, но тем не менее странно, что когда я приезжаю в Европу, в частности в Испанию, в Италию, во Францию, там свежие рыбы просто завались. Что происходит со старушкой Англией, мне непонятно. Я хотела вам рассказать побольше о себе, о моих личных новостях, что происходит с покупкой квартиры и с продажей квартиры. Но вы знаете, все как-то застопорилось, все на месте стоит. Тут вот я была очень занята, ко мне приезжала моя знакомая, с которой мы также познакомились здесь, на моем канале, и подружились, и вот она решила ко мне приехать на красивый остров, я пообещала ей много что показать, но мы с ней вот и общались 4 дня, смотрели все красоты нашего острова. Она живет в Англии уже 33 года, приехала она сюда всей семьей, переехала еще до развала СССР в 90-м году, 1990-м, но вы можете себе представить, как это было давно. И, конечно же, у нее прекрасный английский с моим не сравнить. А еще я давно вам не рекомендовала никаких фильмов, друзья, и вот хочу порекомендовать фильм Inside Богдан Ступка и Ирина Розанова в главных ролях посмотрите, не пожалеете. Слышите, какая тишина, только волны бьются. чистая, прозрачная и классная вода. Люди даже купаются уже. Вы знаете, я в этом году к своему стыду еще даже ни разу не купалась. по идее можно было бы пройти вот туда, 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 за поворот. покажу вам сейчас, а нет, не приближается. Но если бы была низкая вода, здесь можно было бы пройти, а сейчас у нас высокая вода, прилив, пройти, скорее всего, у меня не получится. Ну, попробуем. Это, знаете, легко сказать, я могла бы побежать за поворот, но тут все ноги переломаешь и идти очень далеко, поверьте мне.